Привет, мои зрители! Сегодня я расскажу вам о знаменитом английском рынке, который находится в городе Корк, а также о его истории на фоне событий, которые происходили в истории Ирландии. Английский рынок работает в городе Корк уже 232 года. Несмотря на голод, потоп, войну, несколько рецессий, торговцы целыми поколениями не прекращали предоставлять жителям города Корк наилучшие товары как местного, так и зарубежного производства. Этот рынок стал туристическим достоянием города, а также получил международную репутацию. Рик Стейн, один из знаменитых британских поваров, назвал этот рынок как самый лучший рынок во всей Великобритании и Ирландии. Сегодня во время ковида местные торговые лавки остаются открытыми для посетителей, дая возможность им купить самые свежие продукты в городе. Ну что, друзья, давайте пройдемся по рынку и посмотрим, что тут продают. Рынок находился здесь с 1 августа 1788 года и был построен местными на то время английскими властями. Решение построить новый продовольственный рынок в самом центре города было принято, исходя из тренда постройки крытых рынков, который в то время набирал популярность в Англии. Чтобы понять, насколько стар этот рынок, представьте, что он был открыт, когда еще новые в то время Соединенные Штаты Америки не выбрали своего первого президента, Джорджа Вашингтона. Уже с самого начала работы рынка его преследовали сложности как политического, так и природного характера. 17 января 1789 года рынок был закрыт в связи с серьезным потопом. Тогда весь центр корка был затоплен на полтора метра. Начало 19 века встретило корк экономической стагнацией. Причиной упадка стало окончание Наполеоновской войны 1815 года. Тогда в гавань города перестали заходить корабли королевской флотилии, что привело к снижению продаж провизии. Цены на продукты, выращенные на земле, упали до половины по сравнению с ценами во времена военного периода. В 1824 году в Ирландии был отменен протекционизм, и страну заполнили дешевые товары из более развитой Великобритании. Это привело к резкому увеличению безработицы. Все это не могло не влиять на работу рынка. Давайте немножко отдохнем от истории, и я вам покажу место, где мы покупаем самые вкусные котлеты для бургеров. Мы покупаем 8 бургеров. Очень вкусные, каждый стоит 80 копеек. Заплатим карточкой. Немного информации о том, откуда у рынка появилось его название. 52 года спустя после открытия, в 1840 году, когда власть в городе перешла к ирландцам, они тогда получили большинство в местном правительстве, неподалеку, буквально в 200 метров от этого рынка, был открыт рынок Святого Питера. Это был второй открытый рынок в центре города Корг, с более низкими ценами и, соответственно, с товарами худшего качества. Новый рынок, построенный ирландскими властями, люди начали называть ирландским. В свою очередь, рынок, построенный англичанами, в народе получил имя «Английский рынок». К сожалению, с 1845 по 52 год в Ирландии происходит великий голод, связанный с неурожаем картофеля. В этот период, спасаясь от голода, Ирландию покидает 1 миллион ирландцев. Этот голод приводит к гибели 1 миллиона человек. Несмотря на возрастающую бедность и колоссальный спад в торговле, рынок не закрылся и продолжал работать, снабжая граждан. В 1862 году часть английского рынка была перестроена в новый рынок под названием «Принцесс стрит-маркет». Фактически, теперь на месте одного рынка их стало два, но жители их продолжали называть старым названием «Английский рынок». Хотя новый рынок был таким же по площади, как и часть старого, количество торговых лавок увеличилось почти вдвое при помощи построенного балкона. Новый вход рынка «Принцесс стрит» подчеркивал сферность входа на английский рынок со стороны улицы Грэнд Парейд. И в 1882 году его переделали, добавив в центр фасада часы от компаний «Игон и сыновья», а также герб города сверху над этими часами. Начало 20 века негативно сказалось на работе рынка. Во времена Первой мировой войны инфляция начала повышать цены, и к 1916 году рост цен составил 86% по сравнению с довоенным периодом. В связи с этим продажи на рынке упали, пришлось даже снизить арендную плату торговцам, чтобы они не ушли с рынка. Кроме этого, были приостановлены все работы по улучшению инфраструктуры рынка в связи с повышением цены на работу строителей. Во время войны за независимость Ирландии рынок чудом уцелел, в то время как почти весь центр города был либо разрушен, либо сожжен. Первая мировая гражданская война за независимость нанесли весомый ущерб экономике и торговле города Куарк. Из-за комбинации этих исторических факторов в середине 20-х годов рынок стал переживать долгий спад в торговле. Невзирая на то, что часть рынка начала пустовать, рынок продолжал свою работу. Давайте сделаем маленький перерыв в истории рынка, и я покажу вам отличную лавку, где можно купить свежую рыбу. Это моя любимая лавка на English Market. Потому что здесь продается очень вкусный салман, даже не органик, он очень вкусный. И продавцы очень прикольные, подзывчивые, рассказывают. Вот это возьму. На что можно смотреть, не отрывая взгляд на то, как течет вода, горит огонь, и так же, как кто-то разрезает рыбу? А тут вода течет? Огня только не хватает. Продолжение следует... Купили рыбку. Сегодня будем кушать рыбку и еще замаринуем немножко. 30 евро ровно обошлась нам рыба. Ну что, мы купили рыбку. Что нам еще надо купить? Куриная филе. Куриная филе, Ира говорит, надо купить. И мы идем прямо. С 1960 года в связи с подъемом экономики Ирландии рынок модернизировали и улучшили. В 1970 году на рынке был заменен пол, отремонтированы торговые лавки и кровля. В то же время правительство города рассматривало план постройки на месте английского рынка многоэтажного торгового комплекса с возможностью сохранения первого этажа для работы рынка. Однако такие планы вызвали негодование со стороны местного населения и от них решили отказаться. Так, сейчас купим немножко куриного филе. Hello guys, can you get 10 pieces of medium fillet? Да, может еще яйца возьмем. Ира предлагает купить яйца. Как раз то, что мы любим, 20 решили. Давай возьмем сразу. Что это за чекен парсел такой? Да-да? Да. Посылка. Куриная посылка. В 1980 году в части рынка Принцесс-стрит-маркет произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар. Пожарные города потушили пожар за 30 минут, хотя этого времени хватило, чтобы Принцесс-стрит-маркет остался в руинах. Уцелел тогда лишь фонтан, который получил незначительные повреждения. Эту часть рынка отстроили заново за 3 года. Сумма, постраченная на восстановление, составила 300 тысяч фунтов, 150 из которых было выплачено страховой компанией. К сожалению, 80-е были не самым лучшим периодом для работы рынка. Рецессия в стране, спад в торговле рынка привели к уходу из рынка части торговцев. К тому же в 1986 году на рынок обрушился очередной пожар. К счастью, не такой сильный, как в 80-м году. Тогда сгорели лишь 4 лавки и пострадала крыша. Сумма ущерба составила 150 тысяч фунтов. Сгоревшую часть рынка закрыли, но спустя уже короткое время рынок полностью возобновил свою работу. В 1988 году правительство снова решило рассмотреть план о сносе рынка и постройке на его месте многоэтажного торгового центра с подземной парковкой, а также с местом для рынка на первом этаже. Но, как и в 1980 году, этот план не нашел поддержки у местных жителей и был отменен. В 90-е с подъемом экономики Ирландии рынок начал трансформироваться, предлагая все больше товаров своим покупателям. С годами, кроме товаров, произведенных местными фермерами и предпринимателями, на рынок начали поступать экзотические товары с разных стран мира. До сих пор английский рынок является местом, где можно побаловать себя сырами из Франции, испанским хамоном, оливками из Греции, свежей ирландской говядиной либо бараниной или самыми свежими фруктами из теплых стран мира. Как вы уже поняли, рынок пережил самые сложные времена в истории Ирландии, но, несмотря на все это, он продолжает радовать как местных жителей, так и туристов города самыми лучшими и свежими товарами в городе. Если вы будете в Корке, обязательно посетите этот рынок. Я больше чем уверен, что вы найдете, чем себя здесь побаловать. Сегодня я рассказал вам лишь маленькую часть информации, которую я нашел в интернете об этом рынке. Если вас заинтересовала история этого рынка и вы хотите узнать больше информации, советую вам зайти на сайт городского совета города Корк и прочитать статью о английском рынке. К сожалению, только на английском. Спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно ставьте лайк, если оно вам понравилось. Подписываемся на канал. Кнопка подписки у вас вот тут где-то. Ну что ж, дальше будет больше интересных видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok